Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если ты еще этого не делал. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен нашей любимой Красной Поляной. Первое, куда мы сейчас с вами отправимся, хочу вам показать водопад Девичьи Слезы. Последний раз мы здесь были в каком году, Настенька? Два года назад. Два года назад. И тогда текла маленькая стружка, но сейчас весна. Тают снега, поэтому водопад должен быть полноводным. Также мы прогуляемся по самому курорту Роза Хутор. Возможно, пройдемся там по тропе здоровья. Покажу вам там пляжки есть в Роза Хутор. Короче, выпуск будет интересный. Погнали! Вон там, ребята, прямо заезд уже в Красную Поляну. Здесь съезд с дороги. Тут такая, если ее можно назвать, типа парковочка. Самоорганизованная. И дальше шлагбаум. Вот нам нужно идти за шлагбаум, и мы будем попадать на тропу как раз уже до водопада Девичьи Слезы. Вот такой вот здесь шлагбаум. И, кстати, людей сейчас уже много. Я вот вам покажу. Люди уже возвращаются. Видимо, посмотрели. Я специально не спрашиваю, нормальный там напор водопада, либо ненормальный. Не знаю, посмотрим. Потому что... Что? Я тоже хочу пить. Так, так надо было кепку одевать. Короче, ребята уже страдают. Они встали, не стоит. Какая жара, да? Да, сегодня очень сильно жарко. У нас где-то градусов, наверное, 31, может быть, 32. А учитывая, что мы находимся сейчас в горах, ближе получается к солнцу, то, конечно, еще жарче. Господи, как же мы любим это место. Красную поляну. Посмотрите, там еще есть снег. Но там уже распустилась и трава, и листва, и снег лежит прямо в ней. Все такое пышное. Прямо это так пш-пш, как плюшевый мишка. Горы такие плюшевые. Я нормальное слово до Насика подобрал. Горы плюшевые, как мишка. Их так пш-пш-пш. Махровенькие. Мам, еще плюшевые, но и снег. А, посмотрите нам Зымту, как она бурлит. Мы сейчас приезжали, Настя говорю, Настя, ты только посмотри. Там такое бурление. Это вот она такая грязная из-за того, что тает снег. И, соответственно, все сейчас уходит в море. И побережье, кстати, тоже так себе. Кстати, ребята, а еще многие, я думаю, из вас сейчас смотрят разные видеоролики на ютубе и думают, а куда отправиться в свой отпуск? Крым или Сочи? Сочи или Крым? Так вот, ребята, на самом деле, не важно, что вы выберете, и там классно, и там прекрасно. Поэтому у нас есть два авторских гайда, своих собственных. Они очень классные. Они вам помогут пропутешествовать что Сочи, что Крым. С такой легкостью, с таким кайфом, с таким удовольствием. В общем, два авторских гайда. Цена каждого всего 490 рублей. Весь наш опыт. Все туповые локации с подкрепленными маршрутами, фотографиями, обзоры, рекомендации, лайфхаки. Все есть там. Просто пишите либо мне, либо Настеньке в директ в инстаграме и приобретайте. Пойдемте дальше на водопад. Кстати, ребята, вот эта дорога, да, по которой мы сейчас идем, это бывшая старая краснополянская дорога, которая здесь вот раньше ездили машины. Она где-то потом прерывается, и я ходил по ней, по другому куску, который называется Дорога Смерти. Гляньте этот выпуск. Он на самом деле страшный. Дорога сама очень сильно страшная, потому что там огромнейшие скалы. Я не знаю, высота может быть метров 300, и там постоянно падают камни. Здесь отчасти то же самое, но учитывая, что здесь заросли, чуть безопаснее. Но в целом, вот посмотрите, вот эти все скалы, и вот они, камни. Видите, как упали? То есть, они откуда-то, с высоты, сорвались, и прямо вот сюда, ба-бах. Причем, посмотрите, как они, да? Жесть. И если пройти чуть дальше, вот мы идем вот так вот, да, и видно, что здесь лежат камушки, и они частенько, видимо, здесь падают. Поэтому, если ходите, пойдете сюда, то либо ходите побыстрее, либо, либо идите как можно ближе к скале, потому что если камень швыряется, он как бы вот сюда будет отлетать. Так, это куда мы попали? Там где-то стояла будка раньше. Да, там где-то стояла будка раньше, такая, которая вся разбитая. А сейчас не знаю, сейчас будем смотреть. Здесь, видимо, тоже вот идут стоки воды, такая лужайка, полянка, даже есть мусорный бак, что очень хорошо. И вот, да, тут оборудуют, видите, как начинает, видимо, здесь такое уже строительство. Тоже, я думаю, что сделают платный вход, чтобы можно было ходить спокойно и не переживать, что вам на голову упадет камень. Но пока ничего нету, поэтому будем проходить так. Вот, видите, раньше эта будка вообще была. Тут будет из автомата отстрелянная. Здесь даже поставят шлагбаум, а это будет именно пропускной пункт. Да, да, сделают скоро платный. Так что, ребята, если вы хотите сэкономить, то гоу прямо сейчас в Сочи, чтобы посетить еще больше мест, пока есть бесплатный. Кстати, вот зацеплюсь за Крым, что в Крыму сейчас медленно, но верно происходит та же ситуация. То есть, когда мы первый раз туда приехали, было все бесплатное. Сейчас уже часть заповедников платной, даже вот наше любимое Каяшеское озеро. Чтобы сейчас туда приехать, нужно заплатить деньжат. Вот, такие дела. Ну, а в Сочи, конечно, уже везде нужно платить. Но я же снимаю. Родион, гляньте, какая порода скал. Смотрите, какие острые камни. Смотри, Артем, смотри, какие острые. Потрогай пальцем. Да? Мандри, острые камни. И еще бомба. Гляньте, как это выглядит. Такие прослойки. Смотрите, как они разбираются. Клево. И вот они, видите, вот так вот отсыпаются, обсыпаются потихонечку, помаленечку. Мама, я сюда отлетел. Да, аккуратно, поэтому надо. Хочу вам показать, что вот здесь вот стекает вода. Здесь вот видите, все мокрое. И мы уже подходим как раз к водопаду. Вообще, дорога просто лайтовая. То есть взяли спокойно. Вот видите, ребята с колясками. Просто хлопс. И все, и пошли. Ну и сам, собственно, водопад. Девичьи слезы, да. Когда мы здесь были, да, два года назад, он был вообще сухой. Еле тут текла эта струйка. А сейчас, да, он действительно красивый. Здесь установили еще какую-то штуку красненькую. Слушайте, ну прикольный. Да, сейчас он классный. Мы тогда спускались прямо вот сюда. А сюда даже и можно спуститься. Собственно, сейчас мы с вами это и сделаем. Мама, сейчас сюда кармик дали. Очень. Смотрите, он какой-то красивый. Вот этот мох, да, вот эти наросты мха. И по ним течет вода. Смотрится очень классно. Вот. Сюда можно вот так вот прям спуститься. И получается постоять прям под водопадом. Он летит, вот эти брызги все. Прям. Классно. Вот так вот. Вид снизу. Сейчас, наверное, всю камеру забрызгает. Ну, кайф. Ха-ха. А самое, что интересно, вы знаете, тропа вообще легкая, да. И солнце печет. Это все равно такой подустал от жары. А сюда приходишь, здесь вот такая теневая зона. Рядом с водопадом. Эти мелкие брызги летят прям в нас. Ну, очень классно. Вот говорю, ребята, успевайте посмотреть полноводные водопады. Именно сейчас приезжайте, приезжайте в Сочи. А еще, ребята, видите, здесь лежит это дерево, где привязаны всякие веревочки. И вместо вот этого дерева, видимо, поставили вот эту штуку. А зачем привязывать? В принципе, там легенда была, что если привязать, типа надо быть осторожными со своими желаниями. Если привязать, то оно может сбыться. И в основном это вот девушки, которые хотят замуж, типа, ну вот, сюда приходят и привязаны. Я не знаю, почему его вот так вот жестоко вырезали, бросили. Потому что вот поставили вместо него целью. А почему? Ну, я не знаю. В общем, кто привязывал вот ваше желание. Девчонки, если вы смотрите, и вы одиноки, и хотите выйти замуж, приезжайте на водопад, где Вячес Солиоза, он вас ждет. Ну, а новую вот такую вот штуковину привязывайте, загадывайте желания. И самое главное, будьте осторожны. Погнали дальше. В общем, ребята, мы приехали в сам поселок Красная Поляна. Сейчас будем отправляться на курорт Роза Хутор. Мы здесь, в общем, оставляем машину возле того дома, где мы жили. Подробно посмотреть, как выглядит сам поселок Красная Поляна. Что здесь есть вообще, что здесь интересно. Я делал такую обзорную экскурсию. Перейдите по ссылочке в описании под этим видео. Почему мы решили оставить машину? Потому что на Роза Хуторе парковка, мы считаем, что очень дорогая. 700 рублей на день поставить машину стоило в последний раз, когда мы были. Сейчас мы туда доберемся, я вам сниму. И мы решили просто сесть на автобус и доехать буквально 30 минут. Заодно вам покажем, удобно ли это или неудобно. Погнали на автобусную остановку, да? Вот на 135-м автобусе можно доскочить до Роза Хутор. Еще попробуем. Пойдемте. Давай-давай, плати заходи. Спасибо. Что говорится? Кто? Сколько стоит? Сколько стоит? Не знаю. Нам не дали билет, сейчас мы посмотрим, сколько стоит. На территории Краснодарского края продолжает действовать в режим повышенной готовности. Роза Хутор ну что мы приехали встречая роза хутор мы добрались до конечной до у автобуса конечная здесь принципе есть такой центр это вот эта ратуша центральная такая площадь сейчас артем отельчики redison такая микро швейцария сейчас здесь будем ребятам и гулять и все смотреть вон там вот смотрите есть канатка там можно подняться на вершину вот они ведь ходят и здесь тоже есть подъемники до горно олимпийской деревни носика правильно подсказывали и роза пик покататься погулять по водопаде там есть даже камера хранения вот кассы мы в девятнадцатом году только поднимались в принципе выпуск я тоже прикреплю посмотрите достаточно такой дельный и очень-очень подробный самое главное автобус кстати по цене 42 рубля вышел до за человека дети бесплатно сейчас я хочу вам показать сколько стоит парковка здесь на сутки по часовая поэтому не переключайтесь досматривайте до конца сейчас вам покажу все да кстати тут еще есть вот такой музей да можно пройтись и рекам зимка от нее сейчас кстати идет такая прохлада прям резкая такой прям холод не на грязное потому что тает снег а мы сейчас с вами пойдем покажу вам такое место интересно называется пляж роза хутор я не знаю как вам но я вот иду и не могу просто оторваться от этих красот смотрите кайф я надеюсь вам будет видно вот а вот проходит канатка видимо там наверху какой тут кайф а вот кстати парковки вот они сколько здесь этажей получается 4 по моим плюс дальше можно на крышу выкатываться схема посмотрите все что здесь есть и соответственно вся набережная как она выглядит где можно здесь погулять мы сейчас с вами вот здесь сейчас перейдем этот мост и пойдем на пляж роза хутор и у здесь начинается тропа здоровья тоже здесь прогуляемся и роза мол где проходят концерты вот канатки про которым говорил вот кстати мы подошли к парковке здесь вот такой вот вход и соответственно сейчас я вам покажу по ценам где-то они тут должны быть написаны если мне не изменяет память нет не тут вот я нашел цены обошел просто парковку вот посмотрите напишите в комментариях дорого это или нормально что здесь будет обязательно приедьте на роза хутор не только днем но и вечером потому что вечером здесь все подсвечивается и такая здесь крутая атмосфера то есть тут днем одно а ночью другое это совершенно как будто бы знаете два разных поселка это прям как вот наша обязательная рекомендация и днем и ночью и вот мы уже с вами подходим как раз к пляжу гляньте как здесь все так сделано интересно пойдемте лежаки и зонтики галька сейчас покажу вам немножко схемку здесь кстати даже на сабордах катаются вот краткая информация да про эти места смотрите тут значит начинается тропаем тропа здоровья открыто только малое кольцо всего лишь 300 метров 15 минут обязательно сейчас ходим средний большой к сожалению закрыта доведутся работы здесь смотрите есть родник шикарная вода ее можно естественно пить а самое классное когда мы жили на поляне что здесь из-под крана счет тоже родниковая вода и когда моешь голову волосы у тебя становится такие прям мягкие шелковисты как будто ты намазал кремом но в общем у нас не можете спросить напишите в директ она вам расскажет более подробно здесь стать сразу вот висят такие предупреждения если вдруг там цапнут то вот он не давит все мы начинаем подниматься на тропу посмотрите сюда ребята приезжать с такими большими канистрами потому что вода здесь действительно потрясающие все поднимаемся буду вам показывать видите пока пресс-проход запрещен нет мы не ходили по маленькому насенька мы тогда вообще зашли бы увидеть табличку медведей мы никто не пошли раньше тропа начиналась там где водопад мы сейчас тоже до него дойдем поэтому не переключайтесь мы посмотрим с вами на пляж вот он тут просматривается вообще место просто великолепное мы так любим красную поляну ой кайф и видите идут такие уже просветы этой великолепной красоты я хочу вам показать эту табличку сейчас сюда поднимусь только вот смотрите большое кольцо среднее кольцо малая роза пляж и троллей полет орла насенька ты меня сегодня прокатишь на троллей полет орла фу в общем погнали у нас есть отстающие это насенька устала у насенькие последние месяцы беременности что там никого у тебя там нету дотвора нормально начались ступеньки малый круг всего лишь 300 метров пошлите мы в горах 6 километров лазили ты что мы действительно с детьми ходили сколько почти 10 получать 6 в одну короче около что-то 10 на 12 километров тогда на водопады посмотрите тоже выпуске есть у нас сейчас тяжеловато не финишная прямая народов вот и детки тоже немножко подустали дело к вечеру дать омик но вроде мы поели все норме класс здесь уже кстати шум наверное это шум водопада он полноводный не такой будет маленький сейчас с вами дойдем все все покажу здесь такая есть очень интересная зона отдыха то есть смотрите чтобы отдохнуть нужно забраться на такой пригорок который но посмотрите на высоте он находится передумаешь отдыхать пойдешь дальше вот вы слышите этот звук это же звук водопада как будто он таким сейчас напором бьет мы сейчас дойдем я обязательно прикреплю фотографию какой он был то есть летом да когда уже снега в горах нету чтобы понимали для сравнения насколько вот сейчас кайф приезжайте ходить по водопадам прям точно насладитесь ими смотрите здесь какие скальные торчат это не водопад шумит то насенька это не водопад шумит это же речка шумит да это шумит река возможно еще и перехлёст идет с водопадом вы слышите звук вот она просто совсем рядом там в кусах ее не было видно и здесь видите можно пойти как оттуда начать на то есть с водопада также и там где мы зашли вот люди собственно поэтому и идут нам навстречу а большой круг уходит туда куда-то в горы и вот мы с вами дошли до троллея вот он пошел спуск как раз уже к пляжу к водопаду вот тут вот он находится этот водопад где-то где-то тут вот видите среднее кольцо большое кольцо но там все перекрыто троллей паролет полет орла в общем при генде хотела прокатиться значит на этом троллей полет орла у них почему-то сейчас это написано 40 до 110 килограмм а сейчас они запускают максимальный вес 60 меня поставили на весы и я кажется 63 хотя в туалет ходил не знаю но вот короче меня обломили поэтому мы вместе с вами сейчас спускаемся и идем на пляж роза хутор будете вы смотреть мы смотреть что изменилось а там точно много что поменялось там очень классная поэтому пойдемте спускаться ну что вот мы спустились тут как раз указа чтобы троллей оплатить в дождливую погоду да когда грязь можно вернуться с тропы и почистить ботинки сделали удобно артем нам сюда вот так это выглядит издалека сейчас мы подойдем все посмотрим и снова такая прохлада бьет от реки это мзым то напомню посмотрите как она сильно бурлит здесь можно спуститься на камушке вот так вот посидеть понаслаждаться да этим видом этим шумом да я-то думал тут этот водопад шуме даже того струйка течет в принципе как и тогда шумела ну ничего особенного но по крайней мере он находится в такой классной локации да и вот река сегодня поддерживать водопад издает этот шум мне вообще кажется он даже стал еще меньше вот такой вот водопад есть такая шлау зона потом кто-то дом построил на вершине в общем дошли мы до детской площадки да здесь вот такая зона единственное что басик закрыт да вот артем разглядел вот давайте катайтесь чё ты бассейн пока закрыт не знаю когда его откроют но купаться здесь классно на ребята вот с таким вот видами самое главное что он совершенно бесплатный вообще считается он детским но если у вас есть дети значит его можно купаться здесь кстати есть рафтинг можно сплавляться а здесь уже начинается такая вторая часть детской площадки и вот такие классные качели вот с таким вот видом туристический автобус сюда приходит и пруд где купаются я тут подумал коль мы сегодня не на море но я вижу в водоем значит ну что правильно мы сами по традиции конечно сейчас здесь нырнем искупаемся и я надеюсь пацаны меня тоже поддержит так дети здесь что-то нашли здесь такой маленький пруд это лети головасти лягушата маленькие лягушки вот он прутик есть целая такая зона даже есть душевая лежачки и все как надо но есть таблички купание запрещено но никого это не останавливает все купаются поэтому тоже будем купаться но море это холодная а вот артем говорит кипяток да нет она прохладная в общем сейчас попробуем нырнуть вроде не воняет это самое главное что вы будете нырять давай чел я нырну вы меня подождете ладно так ладно все что глубина то резко уходит уху-ху-ху-ху ладно раз два три ныряем слушайте ну это настолько прекрасно купаться с таким видом вообще он мелкий вот оставил мне погрудку классный давайте еще раз за нырнем у так ну что как он наш секретный пляж пишите в комментариях а пацаны то кстати меня поддержали тоже зашли покупались правда там лягухи он возмущается мы их походу побеспокоили какой тут кайфа ну что после купания продолжаем с вами ходить смотреть на шикарную розы хутор сейчас с вами пройдем значит сначала наберем воротники в воду что мы не сделали изначально лежаки кстати здесь бесплатные по ходу дела ну по крайней мере мы вот сколько времени здесь сидели да даже солнце за гору зашло нам никто ничего не подошел подходил чувак складывал зонты вот ну ничего нам вообще ни слова не сказал артем стой здесь есть такая баскетбольная площадка также кафешечка переодевал очки все еще достаточно ну очень классно если везде таблички что купа не запрещено но здесь родниковая вода ну и понятное дело что окупаются все работы нашел прайсик вот посмотрите шезлонг зонт но говорю нам ничего не сказали адекватная значит здесь администрации если народу мало нет очереди шезлонгами ничего не скажет отношение качественное а теперь пойдемте на родник на набирай 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 все давайте я не разрешаю вы купали все теперь точно можно идти дальше на днющая вода она действительно самая-самая вкусная даже настенькая просто залпом клещет обычно очкует а тут свое родное данность давайте с вами немножко пройдемся по набережной реки мзынта сейчас подойдем к ратуши посмотрим ее поближе через экран и надеюсь вам передаст эта атмосфера этих гор как здесь круто вот прям не перестану наверное я говорить обязательно есть прийти в сочи посетите красную поляна именно роза хутор не оставит равнодушным никого это место кстати здесь тоже есть картины и галерея я как там говорил уже выпуске над ком-то я залипать стал на эти всякие штуковины ну и вот она ратуши есть сцена какие-то события проходят в принципе такая главная получается площадь время седьмой час так ну-ка сверим часы до 18 3 правильно он показывает вот ну и здесь центральный получается мост здесь можно засунуть 50 рублей вот этот бинокль и посмотреть на горы вот конечно тёмка увидел сразу побежал мост романов романов мост кстати дело идет закату и здесь становится очень симпатично вся солнышко начнет уходить за вот этот вот хребет я надеюсь мы и дотянем до этого времени я вам покажу закат в горах по набережной здесь огромное количество кафе и сейчас ближе к лету да как стало здесь тепло здесь пооткрывались такие летние веранды конечно здесь можно посидеть позалипать шикарные локации и вот здесь есть детская площадка на которой уже убежали конечно наши дети будете здесь с детками вот сюда заезжаете вот сюда поворачиваете классная симпатичная ой как ее обновили кстати и она прямо интересная и электромобили кстати новые все что приятно мне вообще так показалось что видимо какое-то может быть распоряжение было что электромобили они сейчас везде стали новые потому что раньше как были они ужасно убиты и никого не парило а вот тут вот вот он сурф кафе всегда топовая локация да где можно позалипать и всегда кстати вот возле сурф кафе есть классные детские площадки вот мы и подошли к следующему мосту называется он пешков мост есть еще вот отели рестораны и больше ничего ну и настенька набережная панорама называется дом 1 я кстати никогда и не знал как называется набережная набережная роза хутора для роза хутора правильно кстати вот тут вот так вот паркуются люди тоже рискованно здесь бывает забирают кстати ребята для любителей азарта здесь есть казино можете вот сюда приехать и спустить деньжата либо наоборот приумножится второе казино на роза хуторе там где бывшие горки гора там большое казино здесь он такой маленький бумеранг там больше мы подошли с вами еще к мосту я не знаю как он называется но он тоже подсвечивается и я думаю что камера вам передает уже эту подсветку вечером здесь очень атмосферно да я вам уже говорил вот еще одна парковка видите а многоэтажная p4 мы кстати проходили парковку p3 не снял я там она дешевле чем ту которая вам показывал поэтому как лайфхак вот p3 дешевле дошли до очередной детской площадки здесь канатка уходит на вершину газпром впереди у нас мост через реку мы кстати часто сюда всегда приезжали здесь вот можно бесплатно оставить машину у ресторана да вот на этой парковке и потереть яйца быку и отсюда конечно виды еще великолепные а эта дорога уходит на вершину флакон 1075 метров вот она детская площадка веревочный парк и если пойти дальше по набережной то попадете на газпром где это цешка газпром галактика что ребята вот такой вот выпуск у нас сам получился пишите в комментариях как вам роза хутор как вам пляж ставьте лайки делитесь данным видеороликом свои социальные сети . помогает в развитии канала я с вами прощаюсь увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике пока 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 пока